В сечении предвыборной кампании партии работали с избирателями, проводили встречу, собирали наказы. Сегодня в региональном отделении партии «Единая Россия» изучали наказы, которые получили кандидаты в депутаты Государственного Совета Чувашия. 164 тысячи анкет со всей республики. Что нужно сделать, на какие проблемы обратить особое внимание. Наказы избирателей собирались по трем направлениям. Рабочие места, развитие дорожной сети и улучшение медицинского обслуживания. При формировании уже проекта бюджета на 2017 год и плановый 18-19, нам очень важно определиться с приоритетами в округах, в муниципальных районах, в муниципальных образованиях, что людей волнует в первую очередь. То есть на что нам сделать акцент. Эти наказы помогут определиться с ключевыми задачами, которые депутаты будут решать в парламенте. Для себя многие определили главное уже во время подготовки к выборам. Несмотря на развитую инфраструктуру, в том числе медицинскую, мы прекрасно понимаем, что у нас еще есть проблемы в здравоохранении. В основном, конечно, это обеспечение врачами первичного звена. Терапевты, педиатры, их еще недостаточно. В сельской местности, конечно, этот вопрос был во многом решен благодаря нашей партийной программе «Земский доктор». А вот в городе эти проблемы еще остались. И действительно, они выходят на сегодняшний день на первый план. Был определен данный опрос. И анкета, она очень конкретная. Например, если мы говорим про запрос на селе в Батревском районе, то мы видим, что в линии создания рабочих мест здесь просят поддержку малого и среднего бизнеса. А если говорим про город, то здесь поддержка крупных предприятий республики. И понятно, что каждый депутат, который придет на свой округ, будь он городской округ, будь он сельского поселения, у него будут стоять свои задачи для того, чтобы он лоббировал в любом случае наказ избирателей. Все наказы станут основой работы депутатов от «Единой России» в Государственном совете Чувашии. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.